Самой важной статьей закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, подписанного президентом Трампом в августе 2017 года, является так называемый «Кремлевский доклад». Так считает заместитель председателя «Открытой России» Владимир Карамурза. Знаете, такой нездоровый очень ажиотаж вызывает эта статья в последние месяцы в Москве. Я доподлинно знаю, что некоторые из людей, которые, скажем так, опасаются того, что их имена окажутся в этом списке, они присылали эмиссаров, лоббистов в Вашингтон с тем, чтобы там пытаться сделать так, чтобы их имена в списке не оказались. Я думаю, уже по одному этому можно судить, какое значение имеет эта статья и эта инициатива. Владимир Карамурза отмечает, что самым большим страхом является публичная огласка имен. Власти США, по его словам, делают важный шаг, открыто называя тех в России, кто причастен к нарушению прав человека и к коррупции, как это было в случае со списком Магнитского. Это очень важно, что американские власти, американское правительство, наконец, начинают называть вещи своими именами. И, наконец, начинают открыто говорить о том, что сегодня в России у власти находится не демократически избранное правительство, а находится фактически мафиозный клан. Существующие американские санкции против России не заставили Москву отказаться от агрессии против Украины, но сделали проведение такой политики более дорогостоящим и болезненным делом. Так считает бывший посол США в Украине, а ныне эксперт Атлантического совета Джон Хербст. Попытки Кремля добиться снятия санкций свидетельствуют об их негативном влиянии на экономику России, считает эксперт. Российское правительство уже три года безуспешно пытается добиться ослабления санкций или их отмены. В Кремле понимают, что санкции наносят вред. Их введение увеличило количество влиятельных людей в Москве, которым не нравится война с Украиной. Однако санкции еще не привели к изменениям в российской политике, и я не могу сказать, приведут ли. Джон Хербст добавляет, что заявления и действия российского президента свидетельствуют об агрессивной политике Кремля не только по отношению к Украине. И от Вашингтона зависит, будет ли подобная политика остановлена. Если Путин хочет быть лидером-ревизионистом, то в наших силах затруднить его действия. Это означает, что необходимо предоставить ему меньше ресурсов для проведения агрессии. Да, санкции ослабляют российскую экономику. МВФ пришел к выводу, что в 2015 году в результате санкций ВВП России уменьшился примерно на полтора процента. Тот факт, что российские миллиардеры и мультимиллионеры нервничают – это хороший знак. Это означает, что влиятельные люди в России страдают от агрессии Кремля в Украине. Аналитик из Американского совета по внешней политике Стивен Бланк считает, что санкции направлены не на подрыв поддержки Владимира Путина внутри страны, а на ближайшее его окружение. Мы знаем, что санкции работают, исходя из того, какие усилия прикладывает Кремль, чтобы избавиться от них. Вот в этом и причина вмешательства в американские выборы – попытка избавиться от санкций. Стивен Бланк добавляет, санкции разрушают экономику России, а их видения свидетельствуют о политическом единстве Запада, что нервирует политическое руководство России. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.